Хорошо, коллеги, рад, что все вы собрались практически в том же проставе. Сегодня у нас вторая лекция, она будет, скажем, посвящена таким, наверное, более скучным немножко вещам, но важным, посвященным непосредственно методам спектроскопии и о том, что относится к спектрографам вообще. И о скорбе я буду здесь говорить в качестве, скажем, большей иллюстрации. Сразу скажу, что в основном я буду говорить о спектроскопии классической, то есть низкого разрешения на гласительных петрографах, то есть пешеле, это отдельно надо изучать. В соответствующих курсах у вас это даже будет. Ну, а кто, собственно, с высокого разрешения сталкивается непосредственно, для того это все будет так известно. Итак, сегодняшняя лекция по проблемам спектроскопии, именно по проблемам по основам спектроскопии, теории спектрографа, проблемам дискретизации сигнала на матрице, а также, в общем-то, посвященная тем неприятностям, которые нам щель спектрографа приносит в наши наблюдения. Итак, ну, для никого не секрет, что у нас телескоп, вы знаете, БТА у нас даже, как говорят на Жаргоне, телескоп спектральный. Вот я тут привожу для сравнения слева, это в свое время по архиву первого скорбия делал оценку количество, просто количество штук фреймов в разных режимах, видно, что у нас, в общем-то, спектр здесь превалирует, при том, что надо понимать, что часть этих картинок, вот в режиме images, они сделаны просто для наведения спектра на объект, щели спектрографа на объект, то есть, в общем-то, реально, часть от них тоже относится к спектральным наблюдениям. Ну, с чем это связано, я вам вчера рассказывал, у нас есть особенности нашего телескопа, в общем-то, среднее, скажем, достаточно качество изображения, особенно для современного большого телескопа, и произошла некая эволюция, то есть, изначально, если посмотреть по работам, по отчетам САУ за старые годы, в общем-то, прямые снимки, там был фотометр, ну, сначала еще был фотометр фотографический, с кастетой Ричи, это была такая заметная часть наблюдений на БТА, но потихоньку, в общем-то, эти наблюдения становились менее популярны, потому что их можно выполнять, скажем так, в других местах, даже на телескопах меньшего диаметра, с лучшим качеством изображений, потом еще Хабблский телескоп появился, вообще-то там хорошо, да, и архивы открытые опять-таки появились, вот, и поэтому, конечно, эволюция аспитальная, соответственно, наблюдений больше поддерживалось, потихоньку, как-то вот таких, чисто таких задач по фотометрии у нас осталось немного, я имею в виду звездообразных объектов, правда, что всякие алертные наблюдения, слабых объектов, действительно, там какие-то гамма-всплески, сверхновые, иногда мы этим тоже занимаемся. И вот справа тоже примеры из последнего отчета директора на Комитете по тематике, я вообще всех аспирантов призываю посещать открытые заседания Комитета по тематике телескопа, там рассказываются важные интересные вещи о том, что вообще, значит, происходит с инструментами, ну, в какой-то степени с точки зрения администрации, но наша точка зрения мы там тоже высказаны, в общем-то, отчет директора формируется из того, что присылают ему из подразделений. И вот здесь и показано распределение, диаграммка различных методов наблюдения на телескопе. Собственно, к более-менее изображениям, как вы понимаете, относятся на нас только спекл-энтерферометр, вот этот маленький кусочек пирога, вот 6%, и то это вообще-то метод весьма специфический. Дальше у нас там идет все, как бы, СОЗО-СП, НЭС, где-то здесь не показано, у нас внутри НЭС, как вы понимаете, существует порост, новый блоконный спектрограф, ну вот, значит, в большей части едает Скорпио, в котором, подчеркиваю, большая часть это тоже это спектр. Оспитальное разрешение. Постоянно мы употребляем этот термин. Собственно, что такое у нас разрешение? Разрешение – это на жаргоне ширина инструментального контура. Инструментальный контур, наверняка, в курсе радиофизики, в разных вузах, наверное, идет по-разному, у нас он вводился вот именно как открыт прибора на дельта-функцию. Мы помним, что такое дельта-функция Дирака, да, это функция, которая равняется единице во всех, в единственной точке, в нуле, да, интеграл от нее равен единице, она равен бесконечности. Интеграл равен единице, вот, в нуле она бесконечная. То есть у нас такая абсолютно тонкая функция входит в наш черный ящик, прибор какой-то, да, и на выходе она размазывает. Благодаря наличию большого количества аппаратных эффектов, а если у нас нет, скажем так, классических аппаратных эффектов, то у нас там есть дискретизация в виде элементов разрешения. Это вот в радиоскопии обычно так получается. Вот обычно вот все представляют себе вот в виде формы функции Гаусса, там в ней ресурсовый ХМС, соответствующая, значит, полную ширину на половине высоты. Вот, но, в общем-то, аппаратная функция даже таких, в общем-то, распространенных спектрографов может быть, в общем-то, очень разной. Ну, ой, я здесь не показывал, надо, сейчас. А, связано, да. Вот, то есть, соответственно, вот у нас депрактные щели, классическая, помните, наверное, искусство оптики. И эта функция называется синк, квадрат вот этого, значит, синус х на х, это вот такие, ну, басболны, да. И, кстати, этот синк напрямую, например, виден, вот, в курсе по ТВ-спектоскопии, я буду рассказывать про спектрограф Сетель на принципы интерферона Томакельсона, там просто вот отклик именно такой, там все спектральные линии вот выглядят вот этим синком, то есть, их там фитируют вот такими сложными функциями. интерферометр фабрикирован, который будем рассматривать в этом курсе. Его основная, значит, функция отклика, которая вот рисуется тоже в эфирниках, когда рассказывают про интерферометр. Во-первых, это гребенка, то есть, это набор кликов, не одна, то есть, дельта-функция, вот, а кроме того, эта функция Эри, она лучше всего аппроксимируется, например, Лоренсен, то есть, такие широкие крылья Гусяна, вот она такая вот, совсем плохо прописывает такой профиль. То есть, это, в общем-то, не гаусловский профиль, это нормально, и, в общем-то, наше представление Гусяне, оно связано с двумя вещами. Это, во-первых, центральная предельная теорема, да, что у нас случайные процессы, значит, большой реализации нас будет приводить к гаусловскому распределению. И это некая хорошая приснимация вот этой самой, значит, дефракцией на щели, которую в каком-то степени можно считать, там, откликнуть, скажем, там, телескопы на звезду, хотя, конечно, там, оптика нам ситуацию сильно ухудшает. Ну, вот, чаще всего мы будем оперировать Гусяной, потому что она, действительно, очень часто хорошо описывает данный профиль, инструментальный профиль, значит, жаргон многократно всеми слышим и употребляемый, полуширина. На самом деле, это полная ширина на половине, полная ширина на половине высоты, да, это все мы постоянно это используем, там, ну, вот, старое поколение говорит ХВХМ, новое говорит ФВХМ, это уже подвеска, кто воспитан на латыни, кто на английском, может, да, вот, важное соотношение, потому что они иногда употребляются, вот, особенно в работах, связанных, скажем так, ну, вот, с изучением, скажем, внутренней кинематики галактики, а сначала любят сразу разрешение писать в тейновых дисперсий, да, вот у нас же есть формула для галстового распределения, где у нас не какой-нибудь там, не ФВХМ, да, а квадрат хиги. Вот это хи, и вот, в общем, легко показать, просто поставив формулу, вот, представь, приравняв это, значит, и, значит, 0,5 и 0, получить, что, значит, вот эта вот полуширина или полная ширина на половине высоты равняется, вот, значит, там, 2,35 там на сих, ну, на самом деле, вот эти вот комбинации корней и луноритма. А это важно, потому что вот когда, иногда, вот, например, я встречал, что в работах по исследованию, там, в зоне дисперсии скоростей газа любят говорить, а у нас разрешение такое-то в СИГ, ну, потому что получается в 2,5 раза лучше. А потом люди начинают сравнивать с тем, что у них, как бы, это классический метод, а мы удивляются, почему так получилось. Об этом надо помнить, потому что, вот, в том числе потому, что это любят потом пересчитывать в дисперсию какие-то такие, ну, более физически понятные, потому что есть дисперсия скоростей в плане случайных движений газа, например, получу зрение газовых блоков. Она будет как-то связана с наблюдаемой дисперсией, на самом деле там будет фактор порядка корней из трех еще работать. Вот я тут уберу, в сторону, в то время спряталась. А, ну, там у меня внизу написано, что... Да, что, в общем-то, надо помнить, что дисперсии называют так же не просто вот эту СИГМУ, а непосредственно в статистический момент. То есть СИГМУ мы можем вычислять в гауссенском распределении, просто сделав, как бы, это фитинг функции по подгонку, значит, данной функции, получив ее оттуда, а в то же время можно получить просто считая, значит, распределение отклонения точек, среднеквадратичное, от среднего. Но в гауссенском лучшее не сходится, просто об этом надо помнить, потому что иногда употребляют и в том, и в другом термин. Это, так сказать, для... и к безнепоминаниям. Так, так, следуемся. Критерии, в общем, когда говорят о разрешении, начинают обычно вспоминать и пользуются, даже если не вспоминают, собственно, критерием релея. Вот Джон Вильмстрат, он же третий баронет лордов релеев, который его ввел. И изначально он шел вообще не от использования параметров Мусяна, а от того, в каком случае мы, работая с небольшим теноскопом, вот когда мы визуально можем видеть дифференционную картину от звезд, в каком случае мы различаем две звезды там, где она могла бы быть одна. То есть там, где они находятся достаточно близко. И критерий в том, что пик второй звезды попадает на минимум, вот с этой самой функции синий. И, соответственно, тогда контраст картинки будет около 20%. То есть это провальчик. И вот было предложено использовать этот критерий для того, чтобы считать, что у нас звезды разрешаются. И вот если посчитать, вот я внизу привожу картинку, которую я сам сам реально посчитал. Просто вот выход из программки. Возьмем вега Усиана, будем менять между ними расстояние и считать контрастом. Получается, что, значит, критерий релея выполняется 20% контраст, когда у нас расстояние между пиками как раз точно полуширина. Видите, один и один. В принципе, поэтому, в общем-то, обычно и мы говорим о том, что вот у нас разрешение, характеризуется полушириной. Ну, в спетрах, как по-моему, то же самое. Это разделение двух линий, значит, на уверенную, можно сказать, что линии две. То есть вот поэтому, в общем-то, полуширина так и в ходу. Но вот если мы точно в полуширину сдвинем, контраст будет как-нибудь поменьше 7%, но мы все равно, в общем-то, уверенно видим этот пичок. В то время как здесь, это уже, в общем-то, вопрос спорный, даже если мы чуть-чуть, чуть-чуть еще ближе сдвинем. Поэтому, в общем-то, вот обычно на практике мы пришли к тому, что обычно в статьях все равно пишут, что мы сами все равно пишем, значит, когда говорим о параметах прибора, что вот разрешение спектральное – это вот та самая, значит, полная ширина на половине высоты. Ну, я уже рассказываю, что также в русскоязычной практике разрешение называют безразмерное решение лямбда на дельта лямбда, но в английском там не путаются, значит, это resolution power – мощь разрешения. дифрикционная решетка. Вот тут есть такой момент важный, который нужно подчеркнуть, потому что, разумеется, мы все проходили теорию дифрикционной решетки. В университетских курсах наверняка делали множество практических заданий, несколько практиков, но что-то меня спрашивают. Контраст – да, цвет – да. Контраст как отношение глубины к максимуму. То есть, в общем-то, теория хорошо известна, да, то есть у нас падают лучи, монахоматические, значит, с длиной волны лямбда, коллимированный пучок на ряд штрихов. Ну, естественно, в простейшем случае плоские штрихи, которые там у нас перекрывают, и часть проходят, да. Ну, вы знаете, что там решетка может быть нарезанной со плотным профилем, но, в общем-то, основа теории в том, что у нас мы считаем, значит, интерференцию, дифракцию проходящего света, да. И тут оказывается, что вот это самое Resolution Power, вот это вот безразмерное разрешение, оно вычисляется по очень простой форме. Это вот порядок, понемноженный на число собственных интерферирующих получений. Причем, что интересно, эта формула вообще очень универсальна. То есть, скажем, для интерферометров то же самое. Причем в интерферометах, например, вот в случае интерферометов Паври-Перо, будем об этом обсуждать, там порядки высокие. Там вот это М может быть там тысяча. А Н – это некое такое эффективное число интерферирующих лучей, оно там всегда редко больше нескольких десятков, обычно 10-20. В случае депракционной решетки у нас наоборот. Мы работаем, как правило, в первом порядке, в первом-втором порядках и, значит, с большим числом интерферирующих лучей. Ну, вышли с петрографом, соответственно, у нас М – это уже где-то порядка, там, нескольких десятков, может быть, да. А что отсюда получается интересным? Отсюда получается разрешение, вот оно здесь не зря написано теоретическое, да. Это, получается, число лучей, это у нас, собственно, плотный штрихок на единственную площадь и засвеченная площадь, да. Ну, там, не совсем верно, это будет засвеченная площадь, это линейный размер засвеченной площади по одной из кардинат, да. И вот теперь мы, вот, вооруженным знанием о том, что такое разрешение депракционной решетки, берем простой пример. Вот у нас самое лучшее разрешение, которое мы получаем в Бом-Скорпио, в первичном фокусе, это 3000. А это получается, что вот решетка 600 штрихов на миллиметр, такая стандартная, она нам, это разрешение будет давать пучки 5 миллиметров. А у нас, вообще-то, для того, чтобы получить такое разрешение, требуется решетка, где в три раза больше штрихов, 1800 штрихов, вот, и пучок в 8 раз шит, 40 миллиметров. Почему такая разница? Дело в том, что вот, когда мы говорим о разрешении реального спектрографа, мы всегда добавляем в данном случае, а также с шелью шириной полсекунды. Потому что вот эта вся теория, которую в учебнике учат, сдают и, как бы, изучают, она относится к идеальному случаю, когда у нас у спектрографа, собственно, нет щели. Это то разрешение, лучше которого мы не получим на данный решет. В то же время спектрограф – это оптическая система. Вот, потому что спектрограф, вообще говоря, это система, которая, ну, щелевой спектрограф – это система, которая строит монохроматические изображения щели, распределенные под длинным волн. И в этом плане нам важно не то, что у решетки самой есть какое-то разрешение, а только что она нам дает дисперсию, то есть она нам отклоняет лучи с разными длинными волнами на разные углы. И вот это ее свойство мы потом преобразуем в разрешение нашего спектрографа. А то, что эти лучи отклоняются тоже с каким-то определенным, имея определенную ширину аппаратного контура, мы, к сожалению, не видим, потому что реально это все замывается нашим изображением щели. То есть вот здесь важно понимать, что спектрограф – это именно оптическая система для построения изображения щелей. И, собственно, фокальный редуктор является такой квинтэссенцией этого определения, потому что мы можем вообще щель не строить. Мы можем просто строить изображение, ну, просто с другим масштабом. Я вот вам напомню, собственно, значит, напомню основную систему, которую мы обсуждали на прошлом занятии, что у нас, собственно, телескоп всегда представляет видеобиодекуризезы очень удобно, да, вот это зеркало у нас неважно, оно настроит изображение своей фокальной плоскости, изображение их бесконечности в фокальном отношении телескопа, да, диаметром телескопа. Дальше у нас коллиматоры камеры, ну, вот у них для простоты можно положить, что у них одинаковые диаметры, их могут отличаться, да. И снова получается, чтобы у нас редуктор, собственно, был редуктором, нам надо, чтобы по фокусу отношения камеры было, или нет, отношение диаметра фокуса камеры было, значит, соответственно, на диаметрах фокуса было больше, значит, да, чем в отношении такой же для коллимата. То есть,ными словами, если у нас одинаковые диаметры, фокусное расстояние камеры должно быть меньше. А что здесь важно? Мы видим, что тема вот эта подразумевает, что у нас телескоп из Петрова согласован. То есть, лучи, проходящие через, значит, из телескопа, вот под тем же углом входят у нас в коллимон. То есть, той же светосин. Это очень важный момент, потому что получается, что как только мы, значит, что берем данный прибор, который мы сделали для наблюдения на дону, и принесем демон на другой, то, в общем-то, мы можем получить удивительно отличающий результат. Потому что, если мы принесем это все на телескоп с большей светосилой, ну, вот, скажем, мы сделали прибор, согласовали его для нашего метрового телескопа, у нас там 1,13, вот, с Петровой прекрасно работает, соответственно, еще оптика построена, мы приносим его в стайну в локальный плоскоп, что получается? У нас более светосильный телескоп, 6-метровый, и вот эти вот лучи, идущие под более большим углом к оптической оси, они просто проходят мимо, и оптика из Петровых не видит, да, у нас здесь все закончится, линзь у нас здесь закончится, да, он рассчитан на данную светосилу. А получается, что мы просто теряем светосилу. То есть мы, окажется, что, причем окажется, если у нас большая светосила, окажется, что мы теряем его много. И это, в общем-то, может действительно, в общем-то, оказывается чреватым, и это, в общем-то, такой важный момент, потому что, ведь оказывается, что спектрограф, он привязан к телескопу, на котором он наблюдает. Потому что если мы сделаем, наоборот, значит, сделаем спектрограф для БТА, и принесем его на Цельсию, ну, такое дело, мы с Скорпионом наблюдали на Цельсию, да, то мы получим другую ситуацию. У нас от телескопа будут идти лучи под меньшими углами, да, то есть у нас будет такая менее светосильная система, и она будет у нас, в общем-то, хорошо строиться. Но просто тут уже возникает такой момент, что, получается, у нас есть некий набор лишней оптики. А оптика – это вообще штука дорогая, да, то есть у нас стоимость прибора и сложность в изготовлении, она растет, в общем-то, как такая степень диаметра клеммированного пучка, причем степень больше двойки. Вот в книжке Максутова я нашел какое-то определение, что это, конечно, допустимо, но удорожает прибор. Соответственно, все понятно, что мы в данном случае для, если уж мы хотим наблюдать со Скорпио на Цельсе, то нам дешевле и проще делать соответствующих спектрологов для Цельса, а не, значит, они используют БТАшный, ну, только если он не достался, нам же так уже бесплатно. Отсюда, в общем-то, из того, что у нас спектроград должен быть согласован с телескопом, следует такой грустный вывод, почему у нас на шестиметровом телескопе довольно сложно строить спектральную аппаратуру в стерличном фокусе. Спектральную аппаратуру на базе редуктора, да, ну, у них был низкого разрешения, потому что, чтобы у нас был редуктор, нам нужно, как я уже говорил, чтобы камера была более светосильной, чем коллимат. В поле резко заходят лучи, соответственно, у нас получается более грубый масштаб, больше в поле зрения. Вот, а поскольку у нас коллиматор, он должен иметь такую же светосилу, как у камеры, как телескоп, то получается, что у нас должна быть довольно светосильная камера. И это вообще проблема, потому что как только вы приходите к какому-нибудь оптику и говорите, я хочу для со спектрографа светосильную камеру, будут хвататься за голову. Потому что, во-первых, аберрации растут обратно пропорционально диаметре фокуса. То есть чем светосильная у нас камера, тем вообще виды разных аберраций, ком, астегматит, все на свете начинает просто устрашающе расти. И для этого, значит, придется строить сложную линзовую систему. На сложной линзовой системе или в зеркальной линзе вы будете терять свет. То есть вы сразу уже в чем-то начинаете проигрывать. И вообще получается, она тяжелая, дорогая и так далее. Как противоположный случай, наверное, знаете, в истории астрономии был такой период, вот Янг Велий, кажется, с ними работало вот это поколение астрономов, пока еще не придумали хорошие рефлекторы, работали с рефракторами, которые назывались оптические динозавры. То есть там несколько десятков метров могла быть длина трубы, то есть трубы-то, собственно, не было. Была вот палка, с одной стороны объектив, с другой окуляр, вот эту дорогу надо совершенно перевести, ну, видели, наверное. И, соответственно, вот Кассини так открыл щель Кассини. Как он это сделал, вообще непонятно, потому что нужно было навестись на Сатурн, при этом просто вот видишь вот этот вот объектив, как туда попасть к окулярам, это делать потому, чтобы избежать, ну, просто, романтической аберрации. Потому что действительно вот эмпирически установили, что на низкую светосилу значит, изображение качественного изображения лучше. То есть сделать короткую качественную изображение на светосильный камер свор. Да? При этом есть такая еще вещь, вот у нас, наверное, слушайте у нас и на ученых советах, и вот тем более на всяких там технических сборках в видеопатематики ругаются таким жутким термином, называется рабочий отрезок. Рабочий отрезок это расстояние от вашего детектора, от нашей ПЗС-камеры, до ближайшей стеклянной поверхности оптической камеры. Вы понимаете, да, что если у нас фокус все меньше и меньше, при том же диаметре, то у нас все ближе и ближе к ПЗС. В реальной ситуации сложнее, потому что линз много, да? И тут получается, что, ну, вот, например, просто вы купили ПЗС-камеру, какую-нибудь там пандоровскую, красивую, хорошую, прекрасную, на ней снимают там любители профессиональной астрономии, ставят ее там на телескоп, там, вот такие картинки, а с петербургом вы поставить не можете, потому что у вас расстояние от стекла до ПЗС там больше, чем вы вообще можете позволить своей конструктор. Вот, то есть это вот действительно проблема, то есть это вот, там есть определенные конструктивные соображения, то есть конструктор на самом деле всегда хочет поставить ПЗС подальше, потому что, значит, там легче вакуум держаться, в общем, все будет лучше, да? А наоборот, конструктор оптики, то есть какой-то ПЗС хочет так, а конструктор оптики хочет наоборот, чтобы вообще там эта камера ПЗС была как можно ближе, значит, к нашей камере. Есть крайний случай, это правильно помню, это, кажется, на спектрографе ЛРИС, они просто последнюю линзу спектрографа сделали являющейся входной в креостат камеры. То есть на креостате камеры линзы. Вот деваться было некуда, светосильная камера хотели там действительно получать высокую эффективность. То есть это, в общем-то, вот действительно такая серьезная проблема. То есть, в общем-то, и до БТА мы ее имеем, скажем, в полный рост, мы ее решаем, но тем не менее у нас это сделать сложнее, то есть тоже прибор с какими же характеристиками, чем на сравнимых речи Квитьене. Ну, я об этом в прошлый раз уже рассказывал. Набор страшных формул о, значит, согласовании оптики спектрографа. Вот есть небольшая статья Лентона Смита 2000 года, я вас к ней всех отсылаю, у меня на страничке она есть. Там это, в общем-то, очень хорошо изложено, то есть лучшего изложения я не нашел, сейчас говорят, мне казалось подразделить набор понятных соотношений. Рассматривается простой спектрограф, вот он, значит, у нас от телескопа идет свет, щель, все, что я вам говорил, значит, ну, вот отражательная решетка, здесь указано, что у нас под одним углом альфа, значит, свет, коллиматор падает, значит, на решетку под углом бета, значит, там отражается. Вот. То есть, в принципе, дальше это можно, конечно, понятно, что легко можно и на прозрачную решетку тоже все это переместить. Я для удобства как раз эти буквы, которые я до этого указывал, формулы, они, кажется, из этой статьи взяты, да? То есть, что я вам показывал. Здесь, в общем-то, вот, опять-таки говорится о том, что петербург система, которая настроит изображение щели, вот S' это изображение щели, S' это ширина щели, значит, у нас получается изображение щели, оно проецируется, вот, как отношение светосил камеры и климата. Из теории дефонационной решетки вот чуть сложнее, чем то, что я вам показывал, да, то есть, тут уже два угла, нас используются, значит, падение отражений, в таком случае, значит, вот эта самая, значит, связь углов диспергирующих и, значит, порядка интерференции и длины волны и плотности штрихов. Дальше все это пересчитать, дифференцировать в термин уже дисперсии угловой линейной, только сколько она в стрельном приходится там на угол смотрящейся со стороны камеры или наоборот, значит, даже на, уже, значит, на элемент на пиццу разрешения. В общем, это все это вместе подставить, вот, и понять, и дальше помнить о том, что реальное разрешение, это будет, собственно, ширина щели но уже в терминах длины волны, да, то есть у нас растянута по длинам волн, обычно мы по оси х растягиваем наши спектры, то есть располагаем, и вот, значит, сколько у нас ширина щели занимает вот в этом длинах волн, вот это и есть наше разрешение. С этим мы приходим во все вот эти вот соотношения, дальше мы немножко, значит, их модернизируем, это вы можете посмотреть, значит, да, в следующей статье я не буду уж сильно останавливаться, но важно, что вот, вот эта формула для разрешения, мы взяли, соответственно, дифференцированную формулу для декорационной решетки, вот эта вот самая D1 на косинус бета, это ширина пучка, о которой я вам уже говорил, ширина пучка, плочная, вот, потому что у нас здесь решетка наклонена, соответственно, у нас, если у нас бета равен нулю, угол, то у нас будет, соответственно, случай, что это просто, значит, диаметр, диаметр коллимата. И отсюда мы получаем формулу десантинального разрешения, да, то есть вот ее похоже здесь получаем, вот он, значит, лямбда на дельта лямбда, это самая resolution power, вставляем все соотношения, выражаем соотношения в угловом мире, и что получаем? Собственно, получаем соотношение между реальным разрешением и то, что он нам дает теория, где теория, напомню, говорила, что просто перемножить число штрихов, освещенных пучком, на порядок интерференций. А тут оказывается, что на самом деле вот эту величину надо умножить, вот это страшное соотношение. То есть, во-первых, оно зависит от длины волны, а во-вторых, что самое неприятное, да, ну, понятно, оно зависит от ширины щели, чем уже щель, тем у нас, значит, выше разрешение, понятно, да, это очевидно, вот эта формуля, оно есть, да, а самое грустное, это то, что все зависит от диаметра телескопа. То есть, вот эта вот наша нехорошая связь, которая была в самом начале, да, согласование оптики с петербургой телескопа приводит к тому, что если мы начинаем разрешение термина, когда, вот самое, значит, безразмерной величины, ну, размер будет то же самое, только на лямбе, значит, она будет умножить. То получится, что у нас, умножитель, в общем, значимый фактор длины волны, то получится, что у нас есть зависимость от диаметра телескопа. Это, в общем-то, хорошо известный факт, скажем так, из истории современной астрономии, ну, наверное, на вскидку вы помните тему модной, особенно у нас в обсерватории, на каких, на каком телескопе, на каком телескопе, на котором были открыты экзопланеты методом научной скорости. Кто-нибудь помнит? Нет, это телескоп Прованса метр девяносто, метр девяносто два, то есть двухметровый телескоп. На нем сделать спектрограф сверхвысокого разрешения стабильный, все остальные слова, показалось значительно легче, чем на телескопах следующих больших размеров. То есть в то время уже существовали ВИЛТи и КЕКи, но на КЕКи и на ВИЛТи с Петрогров высокого разрешения пришли позже, вот с Петрогров Эспрессо вообще заработал только в последние годы на ВИЛТи, потому что у вас вот это соотношение, что вам нужно добиться то же разрешение у вас будет, значит, то есть с увеличением диаметра вам требуется больше усилий, что уже щель нужно делать, да, соответственно, при прочих равных. При этом у вас есть согласование оптики, а это означает, что у вас был такой же спетрогров, то на 8-метровом телескопе у вас диаметр полимерного пучка должен быть, соответственно, в 4 раза больше, чем на 2 метров. Просто, чтобы добиться такого разрешения. Понятно, что, разумеется, вы добьете вас всеми положенными бонусами с высокой светимостью, с большим количеством света, которым дает то есть ярко, но, тем не менее, это проблема. Ну, собственно, это почему, например, у нас там на метровом телескопе, на 2-метровом телескопе у нас, в общем, с петрофом высокого разрешения, скажем так, достаточно дико строились, а вот вы знаете, что у нас очень долгая эпопея с улучшением с петрофом высокого разрешения на БТА, потому что это просто сложнее, то есть это это большая, вам нужно очень много оптики и много усилий, дорогих усилий для того, чтобы добиться такого же разрешения на БТА. В общем-то, это важный момент, к счастью, когда я говорю про основную тему курса на скорбь, то нам это сделать проще, потому что мы работаем с низким разрешением и, в общем-то, менее от этого зависимы, но, тем не менее, вот общее соотношение есть и оно связано именно с тем, что оптика с Петроповым согласовывается с телескопом и спектральное решение задается шириной щели. Дальше. А вот у нас как отменить скоро мы уже на чекуньков потом же делаем период. Собственно, ширина щели. Ширина щели, понятно, что чем мы ее делаем уже, тем лучше у нас спектральное разрешение. В идеальном варианте кажется, что вся проблема только в том, что у нас слишком узкие щели, значит, будет слишком мало света. Это, скажем, в лабораторных периодах. Но в реальности, конечно, надо помнить о том, что спектрограф строит изображение щели. То есть нам надо на какое-то определенное количество пикселей уместить эту щель. И, соответственно, предельней щели это является нормальной щель. Самая узкая, про которую мы еще не теряем спектральную информацию называется нормальной. Щель, про которую мы еще не теряем спектральную информацию, называется нормальной. Понятие нормальной щели тоже иногда спектрологисты в качестве джаргона используют. Собственно, речь идет о дискретизации, то есть о том, сколько элементов на изображение на изображение должна занимать эта щель, чтобы мы могли сказать, что все нормально, мы с Петрами информацию не теряем. Ну, вот здесь это связано с двумя именами, причем их часто упоминают вместе, как Котельников и Найкист. То есть формально, значит, Харри Найкист, шведский ученый, значит, он в 28-м году, чуть-чуть раньше, чем Котельников, опубликовал статью о том, он вообще занимался телеграфистом, радиоинженером, он высчитывал, какая должна быть несущая частота радиоволны, чтобы передать сигнал определенной частоты. И понял, что, значит, частота, как бы, вот эта несущая должна быть в два раза выше. В два раза выше. Вот. Такой частный случай, в то время, как уже, значит, Владимир Котельников, он применил ее уже в более общем, он сформулировал теорему Котельникова, поэтому обычно часто говорят, что вот есть общая теорема Котельникова, значит, теорема, значит, теорема отчетов, и есть, значит, частота наимиста, которая, собственно, нам определяет то, что оптимальная дискетизация составляет два элемента на ширину инструментального аккаунта. Обычно предпочитают брать три. Тут, кстати, интересный такой момент, когда ты читал биографию Котельникова, он же очень известный человек, в мире очень широко признанный как один вообще из, скажем так, подцов-основателей, теоретиков, вообще теории передачи сигналов, как раз входил уже и радиопередачи, и телевизионные передачи, значит, он успел застать, он прожил почти сто лет, умер уже в этом веке, а статью он написал будущий аспирант. Вот это у него небольшая была заметка какой-то, физико-математический знал, или какой-то технический, не помню сейчас, о том, что, значит, сформулировал свою вот эту саму теорему. И потом, говорят, что он обижался иногда, что вот он действительно очень известный, очень крупный академик, с ним, в общем-то, работали, сталкивались люди, работающие нашим симптомом телескопа, я, вот, Витальевич Фанасьев рассказывал в своих встречах с Котельниковым, когда он был директором института. Он занимался Котельников радиолокацией Венеры, то есть, дающиеся работы. А все меня знают до того, что я там аспирантом написал, я же столько всего вообще сделал, там он там, у него серьезные были заслуги по созданию, значит, перед войной систем шепрования, значит, правительственные военные связи, то есть, ну, весь заслугах, а вот все равно мы помним, любим мы его за вот эту самую теорему, вот у меня вот фотография, скан из, значит, на меня тут справочка корн и корн, но вот в мое время мы еще и использовали, сейчас-то, конечно, все в интернетах легко найти, вот, где, собственно, оно формулируется, что да, что вот у нас есть некий процесс, который мы хотим дискатизовать, вот, это значит, что информация не имеет, соответствующая мощность, и, значит, ограниченным спектром он представлен в нашем виде, вот где у нас частота там удвоена, то есть, это самое в терминах, в терминах наших, так сказать, наших пикселов, это означает, что вот минимум два пиксела должно быть, приходиться на ширину из универсального конкурса. Ну, дальше идут уже нюансы, да, что это оптимально, потому что, если у нас будет больше, то, конечно, мы информацию не потеряем, но и новую сильно не получим, да, вот про теорему в общем энергетическом виде, вот она, так говорит, что у нас есть набор частот, то, значит, соответствующим периодом мы их восстанавливаем, вот эта самая удвоенная частота оттуда получается. Вот как это выглядит на практике. Сверху сигнал, который, скажем так, с идеальным разрешением пришел на прибор, я просто собрал все время, значит, набор гусян. Ну, считаем, что это гусяны, это именно сигнал, то есть это не не размытый, значит, инструментальным контуром дельта функция, а именно то, что, значит, у нас пришло. А, нет, все правильно, это размытый, как раз, инструментальным контуром дельта функция нашей, да, вот, значит, давайте начинаем его дискретизировать, вот разбивать уже на пикселы, более-таки крупные. Вот, если у нас на ширину линии приходится один пиксел, ну, в принципе, мы сигнал получили, да, основные линии, мы видим, они, в общем-то, сохранились, но, скажем, вот двойную линию здесь мы уже теряем, да, проблему вот этой вот асимметрии контура здесь мы тоже, в общем-то, здесь потеряли, если бы применить там соответствующие фитинги соответствующие линии, там просто расчет моментов статистически для этой линии, она покажется симметричной, в том, как она асимметрична, да, вот, если взять, значит, два элемента разрешения на полуширину, мы уже, в общем-то, видим, что мы ничего, что мы ничего не потеряли, все основные особенности, которые здесь были, асимметрия этого контура, двойная линия здесь, вот здесь какая-то мелочь, мы все это получили, на практике это видим. Вот, даем избыточную дискотизацию, выйдет красивее, но это уже вопрос о том, что может быть нам лучше как-то эффективнее использовать эти пиксели, хотя, в общем-то, иногда она помогает при анализе данных. Ну, давайте мы сейчас делаем здесь перерыв, у нас сегодня лекция немножко покороче будет, чем вчера, по 40, вот, и потом продолжим уже, продолжим уже о том, как выбирать щель, исходя из вот этой вот практики, из практики знания о том, какая у нас частота является оптимальной. Мы продолжим. В общем, то, что я до этого говорил по поводу дискотизации, оно относится к случаю, скажем так, лабораторного спектрографа. Вот, то есть этот спектрограф, который, ну, мы можем засветить, скажем так, достаточно количеством света. В то же время, как на небе, я помню, у нас проблема вот этой самой нормальной щели, это то, чтобы она бы, хорошо бы ее еще согласовать с качеством изображения. То есть, начинаем от понятия нормальная щель. Это вот щель, ширина которой, вот два этих элемента там маловато, обычно полагают два с половиной, две пикселя. Это вот ширина нормальной щели. То есть, это щель, которая у нас как бы дает оптимальную дискотизацию, на архистре, и котельника. Понятно, что на светосильных камерах у нас начинаются проблемы, да, потому что мы из-за того, что у нас фактическая система, которая меняет масштаб, да, если мы уменьшаем, то есть, если мы меняем пиксел на матрице, то у нас меняет ширина щели, да. То есть, нам оптимально, когда у нас эта ширина щели равна размеру звезды. Вообще, идеально, конечно, звезду иметь квадратную, чтобы она точно не попадала. Это не смешно, об этом здесь рассказывали в этой аудитории пару лет записку новых рассказывал, что они именно это сделали на телескопе ВИО-ТИ, потому что там из петрографии для изучения планетных, экзопланет, значит, транзитных спектров очень серьезно относились к понятию однородной засветкой щели, о которой я сейчас буду говорить, и там система адаптивной оптики звезды рисуются в виде кирпичков, которые входят внутрь щели. Это потрясающе, то есть, это действительно идеально, в принципе, идеально вот эту звезду, то есть, собрать свет не просто вот с крыльями, чтобы он вправе попадал, можно, да. Адаптивная оптика вам нужна для того, чтобы собрать изображение, сделать изображение лучше, да, но вы можете лучше сделать его каким угодно, позволяете. Вот. То есть, вот у нас это понятие широкощельности, оно связано с тем, что как у нас вот эта самая нормальная щель выглядит на небе. Если эта нормальная щель достаточно широкая, то у нас хорошая широкощельность. Если эта щель составляет уже долю угловой секунды, понятно, что в газ, это нормальная 舞inguïна, это у нас, значит, широкощельность уже не очень хорошая, потому что как-то с этого надо жить. Вот. Вот в случае Скорпио, конкретно, значит, да, вот у нас мы берем наши отношения, значит, мы берем светосилу камеры, довольно-то сильную камеру 1,8, и получается, что у нас нормальная щель это вот где-то 0,7 угловой секунды. Напомню, что в предыдущей лекции я просто показывал конкретные цифры, что у нас среднее медианное значение где-то 1,5-1,6. То есть, в общем-то, у нас получается нормальная щель с пятого первичного фокуса, она получается слишком, в общем-то, узко. Ну, кстати, вот те усилия, которые прилагаются сейчас, например, у нас в фокусе Несмит 2 для того, чтобы начать делать систему адаптивной оптики, они связаны с тем, что при наблюдении с высоким неговым разрешением на щель в пятого, то же самое. Щели приходится делать узкие, широкая щель невысокая, там может поделаться некуда, по всем пределам категористики, и поэтому нужна адаптивная оптика, чтобы хотя бы у нас хорошо задагидироваться немножко было лучше, ее немножко было получше. Вот, то есть вот низкая широкая щельность – это вот проблема, и о ней нужно помнить. Это, собственно, причина, почему мы в реальных наблюдениях делаем щель пошире. Вот из-за всех этих вот слов про светосилу, высокую светосилу первичного фокуса, соответствующая высокой стосиле камеры, мы, к сожалению, получаем не очень широкую нормальную щель. И поэтому для того, чтобы все-таки как-то жить в нашем качестве изображений, обычно мы щель делаем немножко шире, чем нормально. То есть на Скорпе у нас там не печь щель вот стандартная, которая все время стоит в туреле, ширина не меняется – это 1,2 секунды. Вот, на Скорпе-2 мы меняем щель, там вот полусекунды – это то, что еще позволяет нам, значит, теория Котельникова-Найклеста, до семи секунд для наблюдения стандартов. Вот, но в большинстве наблюдений устраняем еще еще на 1 секунду. То есть это нормальное, ощущение нормальное, то есть можно было бы делать поуже и иметь лучшее спектральное разрешение на той же матрице. И, кстати, иногда мы так наблюдаем, вот некоторые задачи по исследованию внутренних движений в галактиках, вот у нас там заявки Каткова, заявки Каспар не выполняют с полусекундной щелью, потому что им требуется высокое разрешение максимальное, которое можно выжечь с данного места. А это наблюдение галактик, то есть там получается, что у вас более-менее равномерная засветка, то есть хотя бы не так страшно, то есть нет проблем, что это отдельная звезда, с которой мы вывязаем кусочек. Тем не менее, все равно на секунду щели больше будет света. Вот, и, соответственно, на щели мы теряем свет. Это вот у меня вчера. Вы в прошлый раз спрашивали, да, что, как с этим жить, и как за это корректировать. То есть это проблема, да. То есть свет теряется, при этом, если мы хотим делать точную спектр-портаметию, то есть рассчитывать энергетику, значит, на каждой дне волны, то есть спектр строить уже в верных, там, в секунду на квадратный сантиметр на Амстере, или даже, для бы, в относительных единицах это нарисовать, чтобы мы точно знали, что у нас там красная часть, относительно синий, параллельно нарисована, то, в общем-то, это спектр-портаметию щелевым вот таким вот классическим сложно делать. Вот, и, соответственно, если мы чуть-чуть ошиблись с нередением на объект, то же самое, мы, значит, часть света теряем. Ну вот картинка, она там будет дальше сейчас еще, картинка, которую мы сейчас перейдем, а в дискретизации вот эта самая широкая щель наша приводит к тому, что свет у нас выглядит, например, вот так вот, да, то есть в идеальном случае нормальные щели, такие, скажем, более привычные линии, вот видно, да, что линия узкая, потому что на ней там пришлось два столбика и все. А вот, когда пришлось пять с половиной, как у нас на этой самой уширенные, значит, относительно нормальные щели, то, в принципе, это вот так, они выглядят такие, немножко такие вот, раздутые. Ну, на самом деле, это вот некое такое, то, что называется анализминг, то есть избыточная дискретизация, в общем-то, ну, это вот то, с чем, то, что мы используем, потому что, ну, зато мы хотя бы свет собираем. При этом можно, при желании, можно делать биннинг по координате х, но лучше этого не ген, потому что, в общем-то, все равно, есть ряд эффектов, которые будут рассказывать обработки данных, которые скажут. Лучше все-таки работать с таким вот переизбыточным профилем, ну, потому что все-таки это некую информацию на себе содержит, особенно, когда мы начинаете обрабатывать, то есть вы делаете интерполяцию, а интерполировать себя лучше на такую более мелкую щель. И вот, значит, щель наша. Вот у нас звезда, секундная щель нарисована сверху, и вот разное качество изображения. Вот это у нас полуширина изображения, причем, я напомню тем, кто знает, а тем, кто не знает, расскажу, что вот это вот гауссовское приближение, и, соответственно, оно вообще для изображения звезд, получая в телескопах, работает не очень хорошо. Там видны все-таки крылья, какой бы телескоп ни возьмите, потому что в идеальном случае это будут вот эти самые крылья от дефекционной картины. В реальности, в общем-то, там еще размывает оптика плюс атмосфера, и, как правило, такая более такая размытая картинка, это вот функция Мафата дает, вот у нас такие формулы задаются, вот, и она лучше описывает изображение. Скажем, когда мы на наблюдениях оценим качество изображения, там есть выбор функции, выбрать функцию писать Гаусса или Мафата, но по умолчанию Мафата, потому что он подходит лучше, описывает лучше крылья, такая вот, она вот, более такая шляпа подобная. А, собственно, графики, что они показывают? Они вам показывают, как в зависимости от положения звезды относительно центра щели у нас меняется поток. То есть, нулевой, если мы считаем, что мы щель поставили точно, то это та самая вот эта апертурная поправка. То есть отношение полного интеграла, то есть полного света звезды к тому, который мы собрали внутри щели. То есть, даже если у нас секундная щель, секундное изображение, вот, в случае реальных звезд, описывая функция Мафата, получается, что мы, в общем-то, даже 70% света не набираем, хотя, вроде, кажется, потому что у нас, ну, крылья есть, да? Если мы, изображение у нас 3 секунды, то мы, в общем-то, потеряли, вот, как получается, почти, значит, четверть всего света. О, в смысле, три четверти всего света. То есть, это, в общем-то, качество изображения, но фатально подходит картинку. А если мы еще ошибаемся с положением, собственно, дельта-икс, это вот это вот расстояние от центра щели до звезды, ну, начинается совсем плохо, да? Сейчас отвечу. Вот, то начинается совсем плохо, да? То есть, у нас мы теряем средства больше и больше, хотя, зато при плохих изображениях, понятно, что как по этой звезде не елось, у нас примерно одно и то же получается, да? Поэтому зависимость менее слабая. Там из чата какой-то был настырный вопрос. Зависли ли к репертуру инструмента? Ой, там все по-разному. Например, на БТА он зависит от того, какая разница температур зеркала и атмосферы. При очень резком перепаде вот эти крылья прямо вырастают. Это вообще страшное дело. Бывает такое, когда идеальное изображение, скажем, секундное изображение дает атмосферу, а большой перепад зимой, еще теплое зеркало, и прямо на такое видишь. В центре стоит этот секундный пик, у него такая половина света уходит в такие широченные крылья. Ну, кстати, вот такие широченные крылья нам начало давать, ну, не такие, но похожие, начало давать вот это, так называемое, обновленное зеркало. Когда мы начали с ним работать, у него была проблема именно эта подложка. То есть, это вот, может быть, даже просто особенность покрытия зеркала, особенно качество поверхности. Ну, и в том числе, ну, потому что температура, это как раз и есть качество поверхности зеркала. И вот к этой всей неприятной вещи добавляется атмосферная дисперсия. Или, как ее еще говорят, дифференциальная атмосферная рефракус. Мы все знаем, что такое, значит, рефракус, она у нас поднимает изображение объектов над горизонтом. И при введении, например, телескопа нашего быта партизимутального, там вообще рассчитывается, там, программой там внутри сидит какая-то средняя модель рефракции, которая нам рассчитывает, как вообще, говорят, звезда меняет свою высоту, потому что это тоже учитывается в движении телескопа. Потому что это, в общем-то, фактор заметный. От красных, скажем так, синих лучами, то есть, там, от 4 тысяч, там, от 7 тысяч амкстрен, на таких уже хороших зенитных расстояниях, типа 60, то там угловую секунду можно иметь уже, вот, разницу. Вот, то есть, потому что у нас атмосфера, это, значит, атмосфера, это та же самая призма, да, то есть, соответственно, у нас красные и синие лучи преломляются по-разному. Это приводит к тому, что если, что, на самом деле, изображение звезды, которые нам строят телескопы, вообще просто глазом их смотрят, это, на самом деле, спектр. Просто размер у них где-то вот с угловой секунды, ну, в диапазоне этот угол. Вот, вот, когда мы наблюдаем с панорамы спетроглова, вот, когда грань привела спетроглова, скажем, МПФС или блок ICON SCORP-2, он позволяет вам получить картинку всего этого центрального поля, спектр от каждого участка, и там просто, вот, например, видно, что, то есть, мы снимаем там звезду, что у нее цитровый красный смещеный относительно синий. Вот, как я сказал, там, может быть, там, полсекунды, может, даже на секунду в подъеме случая. Вот, спектр-ферометр, для спектров это очень важно, чтобы у них, значит, не перенакладывали спектр от пространства от разных длинных волн, значит, там будет замываться картинка. Там, соответственно, работают либо гуссы в спектральном диапазоне, вы знаете, там используются среднеполосные фильтры, либо, значит, даже я не понял про текущую версию, но в какой-то момент точно был капюсатор атмосферной дисперсии, то есть оптика, которая нам в обратную сторону выворачивает вот этот вот закон преломления. И вот капюсатор атмосферной дисперсии – это вообще такая вот вещь, которая используется в разных там системах, там, в адаптивной оптике, в том числе, я это правильно помню. То есть это такая вот… Учет эффекта этого ваш. В нашем конкретном случае мы наводим щель спектрографа на звезду, мы наводим ее на какое-то изображение, в каком-то фильтре, там, в чувствительности, там, гидирующей матрицы, там, если это просто наведение спектрографа, значит, по боковым подсмотрам. Скажем, наводим ее на красное изображение, а синее изображение может убежать в сторону. Ну, здесь я, конечно, мутрировал, он как сильно не убегает. Но, тем не менее, получится, что в синих лучей попадет щель у нас меньше. Это приведет к тому, что у нас, в общем-то, спектр, скажем, спектр плоский, а так окажется, что он, знаете, будет слишком красный. И наоборот, да. Выход – это устанавливать щель по направлению атмосферной дисперсии, то есть вертикально. Понимаете, что это идеальное наблюдение можно проводить только на полюсах Земли, чтобы у нас во время наблюдения щель стояла вертикально. То есть в реальных телескопиях мы это сделать не можем. Если мы можем на стандарте развернуться, вот наблюдатели скорпия узнают, у нас такая там есть команда, значит, повернуться по атмосферной дисперсии. Там это будет 132 градуса, скорпия 2, значит, 122, скорпия 1. Но обычно, когда мы еще наблюдаем с длинночленным спектрографом, еще длинное, значит, на важном пространственном положении, мы стараемся, хотим как-то поставить ее в интересное нам место вдоль каких-нибудь звезд, нескольких, вдоль галактики какой-то нами изучаемой. Получается, что это будет уже уход от направлению атмосферной дисперсии. То есть эффект вот этой самой дифференциальной инфракции в спектр будет у нас как-то вноситься. Поэтому по умолчанию мы стараемся, мы звезды наблюдаем, а, возможно, это ставится под направлением дисперсии. Но, опять-таки, мы поставились на определенный момент времени на альтезиментальном телескопе, дальше у вас меняется высота светильного горизонта, меняется, в общем-то, получается, получается, ну, вращается на звезду. Это тоже, кстати, реально, хотя, конечно, с точки зрения техники не очень правильно. То есть, когда мы наблюдаем стандарт, мы не просто теряем на нем, или, там, любую звезду, да, мы не просто теряем свет. Мы теряем еще свет по-разному, на разных длинных волн. А тут еще начинает работать фактор, который вообще самый неприятный, это то, что у нас качественное брожение, как я в прошлый раз рассказывал, одно длиной волны меняется. То есть у нас все равно, вот даже вот если мы поставим вдоль галактики на дисперсии, все равно у нас не идеально будет воспроизводиться спетостандарта, когда мы его сравним, строим кривую реакцию, об этом буду рассказывать, все равно она делается с какой-то определенной точки. Выход, ну, давайте будем работать без щели. Да, вот у нас на Скорпию, например, ставится маска, которая вот нам стандартно, там она не фокуса на первом Скорпии, поэтому такая вот звезда, получается, с очень таким низким разрешением, когда раздается качество изображения, размером ее угловых секунд. Вот, и при этом фон надо аккуратно учитывать, значит, чтобы его убирать. Ну, в общем, методы наблюдения в вещелевом режиме, они, в общем-то, известны. Ну, вот, в практике еще старых астрономических исследований, первые обзоры галактик Маркариана, первые и вторые бюроканские обзоры и габбургский обзор тоже проводились с помощью объективных призм, да, то есть на Шмидтсовский телескоп надевался наружу призм с малым углом зрения, все объекты в поле зрения растягиваются в спектры, вот с точки зрения, в этой автомете все прекрасно, все спектры получаются, да, а с другой стороны, получается, что у нас очень высокий фон, потому что так-то мы берем фон неба только изнутри маленькой щели, а так получается все, которые высоко. Соответственно, пределы какие у них, невысокие. Плюс переналожение спектров на другую. На Хаббовском телескопе, кстати, Бещерево-Спектрограф на Никнезе, правильно, наработал, потому что, ну, там вот хотя бы нету меньше проблем, вот, то есть, в общем-то, мы сейчас стараемся, хотя бы учитывать эффект, значит, потерь на щели, когда у нас занимаются спектрофотометрией, это вот стандарт снимают а широкой щелью, вот при этом, в общем, да, она должна быть очень яркой, иначе, значит, там просто будет сильный без щелей, да, вот, но при этом оказывается, что выникает другая проблема. У нас есть атмосферный полос в поглощении, а их, чтобы учесть, нужно наблюдать спектр стандарта, или там спектр звезды телурической, телурика стандартная для именно учета атмосферных полос, его нужно наблюдать с тем же спектральным разрешением, с той же щелью. Поэтому, например, вот, кто нас наблюдал, знает, что мы обычно стараемся и вечером, и утром снимать там стандарты в различных режимах, там вот, с луцкой щелью, широкой щелью, еще какой-нибудь там промежуточный, чтобы потом это все использовалось при обработке, потому что, вот, на калибровке экономики не стоит, это может всегда пригодиться, даже если вы об этом как-то не задумывались вначале. То есть, вот, но проблема спектрографа и атмосфера, она вот такая, вот, в общем-то, нетривиальная и решается, пожалуй, только полным уже переходом в интегральную полевую спетоскопию. Где же есть свои проблемы? Потому что там, конечно, поле зрения будет поменьше. Вот, собственно, я подхожу еще к той проблеме, из-за которой на РЛТ, как я уже говорил, звезду превращали в... Это нерамерный засвет к щели. Вот пусть у нас все хорошо, пусть у нас звезда маленькая, а щель большая. Кажется, это здорово, да? Но тут оказывается другой момент. Звезда-то, она же нам получается с усвечивающей неравномерности. Если она будет очень маленькая, да, вот, скажем, у нас изображение секундных щелей, значит, или там, вот, изображение секундной звезды внутри секундных щелей. То есть мы на самом деле будем внутри прибора регистрируемое распределение ядрости. А эти звезды чуть-чуть сдвинуть. Гидирование плохое, поставились не очень правильно. Это что означает? Что если мы будем посмотреть, вот, красная линия показывает, как у нас распределено среднее распределение, значит, дорицент распределения яркости, так он совпадает, это получится, что он тянется за звездой. Ну, логично, да? А ведь это что получается? Получается, что у нас с точки зрения Петрогриха, у нас щель как-то вот так немножко изменилась. Изображение, оно же подсвечено звездой. Это приводит к тому, что у нас, получается, будут ошибки измерения лучевой скорости. Вот сверху у меня там написано, какая у нас там при средней там решетке, которая использовалась для наблюдения, там, с разрешением 5-Амкстрем, возникают ошибки. То есть вот, пожалуй, секундное изображение, на меньше, чем на полсекунды сдвинули щель, и у нас получилась ошибка измерения лучевой скорости 50 километров. Много даже для такого низкого решения. Это вообще очень нехорошая вещь, и они, наверное, все время помнят. Потому что учет ее, вот, приводит там, собственно, не до учета этого факта, приводит к очень серьезным ошибкам в измерении лучевой скорости объекта. И наоборот, когда там вот занимаются команды сверхвысокими, сверхточными измерениями скоростей лучевых, там приходится идти на химик. В частности, вот для экзопланировки этих спетрографов использование волоконной оптики – это как раз возможность вот уйти от этого эффекта болтания звезды. Да, звезда у нас свеча на световод, дальше все смешивается, и то, как звезда там болтается на входе, уже не так сильно влияет на точность на лучевой скорости. То есть это, в общем-то, очень важный фактор, причем он такой обманчивый, потому что вот каждый сигнал высокий, сигнал у нас хороший, мы видим спектр, измеряем, то есть суммы нет никакого, а тем не менее, оказывается, ошибка есть. Мы все время с этим столкнулись, у нас некоторые коллеги пытались измерять лучевые скорости звезд и стали получать очень большие ошибки, причем возмущаться этим не стали в такой очень скандальной форме, то есть не подходя к разработчикам, а наоборот, значит, обращаясь в администрацию, почему нам сделали плохой спектрограф. А потом оказалось, что все вот это вот написано в Пуковском курсе практической астрофизики, как будто это послевоенная. Только тогда люди работали, хотя и с фотографическими методами, но уже понимали, что, в общем-то, все это вот, есть проблемы нерномерной засветки. Сейчас в Z-матрице кажется, что сигнал прекрасный, а в то же время эффекты эти тоже хорошо видны. Вот пример я вам провожу сейчас дальше для показания. Это самый расчет расшибок скорости. У меня статья 2008 года, я по итогам всех тех, значит, разборок сделал отдельную публикацию, где описываю, значит, в общем, какие в конкретном приборе приводятся ошибки измерения и зависимости от того, насколько мы точно поставили звезду на щель, зависимость качества изображения. Понятно, что когда звезда у вас совсем раздутая, 3-секундный-секундный щель, то у вас, в общем-то, все более-менее хорошо. Ошибка измерения скорости будет меньше. А если звезда маленькая, хорошенькая, вроде все нормально, то то, что у вас звезда просто болтает в процессе объедирования с какой-то точностью, уже может приводить к ошибкам измерения лучевой скорости. Ну, там, пунктиром и спасными линиями просто на разный вид на полупоказанной картинке. Притом, получается, при плоти к этим изображениям ошибок меньше. В итоге, поскольку оказалось, что коллегам нужно было наблюдать очень яркие звезды, с короткими экспозициями не делали какие-то стандарты измерения лучевой скоростей, то в итоге мы пошли к выводу, что она просто звезду расфокусирует, вот этот губль, который, получается, набытается, фокус отъедет на несколько метров в сторону, его ставят на щель, это такое равномерное, получается, равномерный зацвет к щели. Оказалось, что все работает. Вот. Для хорошего изображения тоже плохо. Вот, пожалуйста, при этом, вот здесь показан эффект того, как это влияет на на разный длинный контур. Получается, годинент лучевой скорости зависит от скорости. Вот, если мы поставим стандарта под наблюдением звезду, поставив щель вдоль атмосферной дисперсии в этом направлении, от красного к сирии, то, в общем-то, мы просто ошиблись на измерении скоростей, ну, только там, это ваш гамма, что ли, ваш дельта, отлетают измерения. Вот. А если мы ставим на к сирии наклонизм поперек атмосферной дисперсии, получается, у нас разные из барицельтов разных, на разных длинных волн у нас будет на разном состоянии от центра щели, и, соответственно, ошибка, ошибка вносимая вот этим самым, значит, нейрометром засветки будет разным на разных длинных волн. Это прямо вот, я тогда, помню, измерил это непосредственно в наблюдении. Вот. То есть здесь, в общем-то, все убегает вон там на сотню километров в секунду, да. А вот взяли, фокусировали телескоп, криво поставили щель, 3 миллиметра ошиблись от этого, все равно все и все хорошо. То есть вот тут случай, когда оказывается, что хорошая качество изображений, когда оно оказывается сильно внутри вашей щели, оно приводит каким-нибудь нехорошим материалом. И отдельно, это вот, я-то рассказываю про дисковое решение, еще раз повторяю, в высоком воспитании разрешении это своя отдельная проблема, как обеспечить равномерность засветки, там плюс еще как там разные зоны зеркала собирают. В общем, это, поскольку точники там очень высокие, там об этом эффекте знаю значительно больше, но здесь вот мы его видим тоже непосредственно даже на нашем не очень высоком решении. Ну, как избегать ошибки, ошибок этих, я уже сказал, то есть нам нужно выставлять щель, когда возможно вдоль атмосферной дисперсии, точное выставление, при необходимости расфокусировка звезд, в общем, вот если вы, это тот случай, когда, если вы начали работать с методикой, скажем, неправильной методикой наблюдений, то дальше вправить это практически невозможно. то есть это вот, это тоже требуется от наблюдателя. Один из тех примеров, когда вот, кажется, ну что проще спонтарную звезду яркую такую снять, вообще нет проблем, а есть проблемы. То есть, это частный пример, я думаю, в своей области, на своем приборе вы каждый найдете такие же примеры, да, но тем не менее, вот, это тот случай, когда обработкой уже, в общем, очень сложно что-то добиться, все, мы уже, как говорится, испортим данные, просто вот, хотя вроде как сигнала мы набрали много, да, сигнал шум стандарт, формальный у нас высоко. Так, не имеется. А, ну вот мы переходим к решеткам и квантовым эффективностям, да, вот, вот в бесщелевом режиме, вот бесщели, вот у нас, скажем, на скорбь, как я уже говорил, до 50%, но не все, единица, до единички, то есть, 05-50, а это у нас квантовая эффективность. Но это, так называемые голографические решетки. Что это такое? Вот, собственно, меня тоже больше расспрашивали. Классические нарезные решетки, в общем, они хорошо описаны в таких даже учебниках милосвететских, да, то есть, это штрихи, либо, значит, комбинации, значит, темных и светлых, либо отражательных, значит, штрихов, нарезанных определенным профилем, которые дают индикационную партию. В принципе, можно же создать более сложную партию. Можно взять желатин, ну, в каком-то, значит, подпускном, берется, там, специального желатина, прозрачного материала, внутри которого создается модуляция коэффициента про коэффициента преломления. То есть, такие удобства в том, что это получается структура объемная. То есть, не плоская, как в обычной решетке, а объемная. А это значит, что вы, в принципе, подобрав параметры вот этой модуляции, можете добиться, например, большей эффективности, большей эффективности работы этого прибора. При том, что если у вас обычные штрихи, на любой решетке получается часть света вы просто теряете, потому что он у вас маскируется вот этими вот пустыми местами. Иначе у вас не будет конференция. А в галографической решетке в прозрачной, даже в прозрачной решетке, обычной нарезной, у вас часть, условно говоря, чешников должна быть замазана. А когда вы создаете модуляцию коэффициента преломления, то у вас получается, что все нормально, весь свет проходит. То есть эффективность, если там, допустим, десятки процентов у обычных шлеток и до там 80-90 процентов доходят у галографических. Почему не галографические называются? Принцип создания решетки, вот, наверное, надо будет следующий раз нарисовать эту схемку, потому что она как бы усложняет, а не нам не нужна. Он основан на том же принципе, на котором делаются голограммы, изображения объемных предметов, там подсвечиваются два лазера, там идет соответствующее мишение фраз, а тут таким же образом вот эта самая голограмма, она просто впечатляет, то есть тоже грузы, два лазера, там один лазер разделяется под задержкой системой оптической, да, то есть эта голограмма, она просто создается, она экспонируется внутрь вот этого желатиного сухого, то есть не по методу создания, они называются галографическими. И что еще интересно, что теория решетки, она, поскольку это такая объемная структура, она бьет основные формулы из теории дефрации энергетических получения кристаллах. Ну, по сути дела, то же самое объемная кристаллическая структура, да, какие-то центры проломления, какие-то рассеяния, вот, здесь тоже встал. При этом оказывается, что у этих решеток у них, значит, в отличие от классических, где нам сразу форму штриха задаем угол блеска, то есть тот угол, где наиболее эффективно идет идет дифракция, то есть наиболее большая часть света отражается, да, то есть здесь, оказывается, мы это просто задаем углом падения, угол падения у нас один, соответствующий по следующей форме у нас рассчитывается угол выхода. Соответственно, мы в случае клеммированного пучка в редукторе светосилы мы ставим призму, которая нам из параллельно идущего луча делает наклонное падение на решетку и наоборот следующую призму, которая нам лучи выводит в обратную сторону. Ну вот формулы для того, как это получается, значит, они приведены в следующей работе Бардена, я не буду на них останавливаться, потому что они, в принципе, нам нигде дальше не используются. Но здесь как-то показано, что рельеф вот этого самого преломляющего слоя может быть разным, да, такие могут быть вообще-таки параллельно падение улуча, могут быть и перипетикулярные, могут быть наклонные, там сейчас создается некая структура интерферационная, довольно сложная. И надо сказать, что эти дифракционные решетки голографические, они вообще описаны тоже вот в книгах по оптике, еще достаточно старые, но астроном или консервативные, пока вот где-то вот на рубеже веков не появились, значит, скажем так, энтузиасты, которые начали использовать, потому что лабораторную оптику они используют. Вот. То как-то астрономные смотрели косо, сейчас просто вот все говорят, о, это здорово, голографическая решетка, у нее действительно высокая эффективность. Видите, вот здесь вот в зависимости от угла падения, значит, который угол падения, как уже говорил, определяет нам центральную волну этой эффективности, да, мы, в общем-то, получаем вот этот вот угол суперблеска, да, суперблеск, получаем довольно высокую эффективность, выше 80%. при этом тут есть такая еще замечательная вещь, что решетки классические нарезаются на специальных станках, и там есть целая проблема, то, что возникают разные статистические дефекты, что там резерв движется там с определенным периодом, там могут быть какие-то духи возникать, и другие проблемы, это все описано хорошо. Помнится, кстати, у меня вот задал такой вопрос в свое время, когда я задавал спираловский экзамен, где лечь пончут, сколько времени нарезается дифференционная решетка? Ну, я не мог ответить, кто это знает, да, вот, но вопрос был за тем, чтобы, как быть, я там комиссия узнала, сколько и оказалось, что это требуется, в идеальном случае требуется несколько месяцев, а больше уже нельзя, потому что на больших промежутках времени полностью термостатировать помещение от сезонных вариаций не удается. И методы контроля, значит, нарезки, которые ведутся интерфериметрически, уже дают сбои, потому что меняется все проломление воздуха. То есть вот, то есть решетка нарезается долго, на ней при этом возникают ошибки. А здесь мы сделали, как бы сфотографировали, взяли два лазера, интерференцию между ними, там замутили как-то это сложным образом, но все равно это картинка, то есть, если у вас качественный материал, который отображает, то у вас этих эффектов нет. Но, разумеется, за всей этой красотой скрывается ложка днем. Она, собственно, здесь уже видна, что эффективность, вот эта вот, эффективность решетки высокая, меняется длиной волны, но вот отдельные группы, такие, как гусянки, это, собственно, как у нас меняется решетка при данном угле блеска. Мы поставили углу 33, падение, и вот у нас получается, что, в принципе, особенно на высоком разрешении, довольно узкий вот этот диапазон специальной эффективности решетки. То есть, вот пример даже вот из того, что у нас на Скорпе, да, вот у нас решетка высокого разрешения, 2300 штрихов, прекрасная решетка, очень хорошо, значит, себя, высокое разрешение достигает здесь, там, то там, 3000 мы можем получить, скажем, в районе линии магния, но вы видите, что эффективность это замечательная, ну, здесь 0,4, потому что это все вместе с прибором, то есть, так оно около 90 практически это все вместе, оптика, телескоп, ПЗС, вот, а ширина небольшая, то есть, такой рукообразный эффективность. А если, то есть, получается, что, в общем-то, резко зависит от угла падения, и не во всех приборах это хорошо, и вот сейчас, например, мы у себя решаем проблему, чтобы нам там поставить, вот у нас сейчас там наша основная решетка, там, 1200 штрихов, вот эта 540, она эффективна очень хорошо в красной части, то это падение, ну, вот, его не избежать, а для того, чтобы его избежать, нам, в общем, мы хотим сейчас, у нас сейчас заказана решетка, которая будет давать нам высокую синюю эффективность, но при этом низкую красную, то есть, к сожалению, идеального в этом случае тоже решения нет, то есть, вот, высокая эффективность, оказывается, в неком, особенно для высокого разрешения, довольно ограниченный спектральный диапазон, там, конечно, есть выход из положения, там можно как-то под разными углами ее наблюдать, но, тем не менее, это вот, эта проблема есть, и, когда он говорит о высокой эффективности, всегда надо спрашивать, насколько широкий диапазон, в котором эта высокая эффективность достигается, но, тем не менее, сейчас, в общем-то, глинафические шутки действительно, скажем, у нас на Скорпио примерно, там, в полтора, два раза рост эффективность на соответствующем спектральном решении. Мы используем, но, потому что, вот, с теми оговорками, которые у нас есть габарит. При этом, изготовить, с одной стороны, значит, изготовить, как бы, проще, с другой стороны, большого диаметра решетка, она тоже очень дорогая, то есть, пожалуй, даже дороже, может быть, даже, чем решетка такого же диаметра нарезная. Это тоже проблема, в том числе, для работы с спектрогов с большими калимерными пучками. Ну, вот это данные, с которыми мы сейчас работаем, и, в общем-то, здесь, конечно, есть какие-то выходы, в том числе, построение новых там схем спектрогов, ну, и, в общем-то, ну, и развитие техники, как бы, но сейчас, в общем-то, на спектрогов такое умеренное решение, как правило, вы все время в статьях увидите, что вот эта вот VPAG, аббревиатура, просто VPAG, она, в общем, очень часто встречается, уже считается, что в первую очередь пробовать не надо. Просто это как бы название. Назвали мы так решетку. Да, собственно, это у меня конец сегодняшней лекции, то есть, в общем-то, я думаю, что это умеренно-присовало проблемы, которые возникают, ну, и у нас, и вообще, вот, в спектроскопии невысокого разрешения связаны с понятием широкощения, да, то есть, щель достаточно узкая, соответственно, узкая щель, это возможность лучше работать по измерению скоростей, но зато пугает этот афотометр, и наоборот. При этом очень многие проблемы у нас как бы могут быть изначально, если мы неправильно соблюдали методику наблюдения. Поэтому об этом надо помнить, и этот факт как-то учитывать в работе. Как я уже обещал, вот на страничке у меня вот первая лекция цикла, вот она, вот видите, вот здесь это были старые, были в зале с полным снимок, а это вот уже пошла зума, она мне выложена, и литература там тоже есть, в том числе вот эти вот статьи, которые я сегодня цитировал, могут быть кому-то интересны. Вот и теория с петографом, и вот эти все соотношения и практика оценок связанных с нервной мировой запреткой щели на нашей бытажной спектографе. Большое спасибо за внимание. Вопросы? Зал у нас там. Ну-ка. Ага. Можете рассказать примеры объектов и угловые размеры щелей, которые наблюдаются на Скорпе? например, с полуфекундной щели и там все? Это все полуфекундные щели наблюдают, как правило, большие галактики. То есть большие это, скажем, больше 20 секунд яма, условно так сказать. Это именно исследование, то есть это исследование внутренней кинематики. Вот. Вы хотите детально рассмотреть пространственный эффект. Понимаете? Вот здесь приходится, вот да, приходится работать либо с узкой щелью, либо строить интегральный полевоз в петрогрф, что в разы сложнее. В том числе, вот, занимающиеся галактиками туманностями, с щелемной спектрографом, они там на один и тот же объект наводятся в разные места. На вообще больше там 2 секунды. Там до 70. Двумя секунды мы тоже работаем. Это вот поляризационное наблюдение ядер галактик, там просто свет не хватает. Вот это вот. Хотелось бы там лучше, но вынуждено работать вот так, потому что это поляризация. Причем поляризация на низких процентах. Ну, скажем, там 1% это уже так хорошо. А это, знаете, что если у вас высокая степень поляризации, низкая степень поляризации, то есть у вас вы накопили тысячу фотонов, а у вас там только 10 из них относятся к поляризации. То есть вам сигнал швум надо поднимать просто очень высоко, чтобы вытащить поляризационный сигнал. Соответственно, трехащит. Коллеги языки у нас иногда просят наблюдать их объекты самые более слабые по задачам спектр РГ, двухсекундный щель. Мы довольно часто спорим на эту тему. там это зависит от конкретного красного смещения, потому что на узкой щели лучше вычитать на фон неба. А я вам в прошлый раз рассказывал, что фон неба для слабых объектов это само. И тут начинается игра на том, какой у вас тип объекта. Оказывается, что это тоже вот этот вариант, что надо подстраивать к реальной спектральной распределению. А вы не знаете реальное спектральное распределение, пока не наблюдали. А если вы знаете, вот за чего наблюдаете, ну то есть вот такая вот. Так, там что-то в чате. В чате. Как каписируется наклон щелей относительно дефракционного хорошее вопрос. Вот как смогли, так выставили. А дальше мы это просто видим по тому, как у нас вопрос был, как каписируется наклон щелей относительно дефракционного элемента. Поскольку длинная щель, то мы на каждом моменте, то есть мы выставляем сначала физически все это было сфиксировано, разумеется, при обработке мы учитываем уже не как бы каждый элемент щели независимо линейризуется. То есть у нас вот эти эффекты наклона, эффекты геометрические корректы, мы будем рассказывать. Они убираются в процессе обработки. Потому что есть спектр сравнения, есть еще такой спектр у нас, так называемый точечный тест. Еще вопросы? Позиционный? Какой ум? Нет, такого уже нет. В смысле с Петровым сам разбалтывается. Вот это конечно. Да, это проблема. Ситуация следующая. Я, наверное, отключу эту запись. Вот.